Сегодня поговорим об отеках. Как после вкусных и обильных блюд без таблеток и вредных чаев убрать мешки под глазами. Также покажу простой способ вкусного напитка, который поможет вам вывести до 2 литров лишней воды и вы обязательно его полюбите. Привет, я Светлана Никичук, ваш нутрициолог. Чтобы не быть обманутым чудодейственной таблеткой или калечащей диетой, подписывайтесь на мой канал и худейте на здоровье. К видео я прикреплю ссылку на полезный телеграм-канал Нутрициологика. Там все, что не вошло в видеоконтент. Проснуться утром с мешками под глазами и одутловатым лицом может любая из нас. А если при этом оно как рубашка, которую предстоит погладить, так и совсем в зеркало не хочется смотреть. Сами не глядим, а может придется. Бедненький, скажете вы. Ну уж нет, отвечу. Мужчины меньше женщины подвержены отекам. И где справедливость? А если нужно на работу, в магазин, по делам и в конце концов что делать и как справиться? И тут никакие золотые патчи не помогут. Давайте разбираться. Отеки. Это такие лужи в нашем организме. Как после дождя. Они могут образоваться где угодно. Но любимые области. Лицо, стопы, щиколотки и кисти. Напоминаю, мы не говорим об отеках при тяжелых функциональных заболеваниях сердца, почек, печени. Нет. Мы разбираем отеки, которые возникли внезапно. Например, после застолья. А на столе у нас колбаска, копчености, солености, салаты с чесноком. Такое все аппетитное. И это взяла, и это попробовала. В итоге натрескалось так, что дышать тяжело. Хорошо, если платье не в обтяжку. А если в джинсах с ремнем, так это же как скрывать седьмой месяц беременности. Очень сложно и не всегда возможно. Кстати, о том, как вовремя остановиться за столом, я запишу отдельное видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Так вот, мы мед, пиво пили, вино, мартини, коньяк запивали, алкоголь. Сначала обезвоживает организм, а потом начинается суперкомпенсация жидкости. И мы чувствуем сильную жажду. Хорошо, если минералочкой. А то лимонадом да соками. И в итоге утром случилось то, что случилось. Отеки страшны не только уродующим нас видом, но и высокими цифрами артериального давления. Поэтому посмотрели на себя в зеркало, ужаснулись и бегом мерят давление. Нормальное? Хорошо. Организм справляется. А если выше обычного, то к доктору обязательно. Следующее действие – ставьте чайник. Будем пить чай. Но без чая, потому что он может спровоцировать подъем артериального давления. А нам этого не надо. Нам нужно его уменьшать. Я расскажу, как можно это сделать вкусно и просто. Самым сильным мочегонным действием обладают ягоды и фрукты. И заметьте, у них нет побочных действий, как у препаратов, и они не вымывают из организма важный калий. Если вы не запаслись ягодами и фруктами на зиму, то в ближайшем супермаркете найдете либо смесь, либо отдельные виды. Но летом обязательно сделайте запасы, в них максимальная польза. Если гости были у вас, то, скорее всего, дома остались фрукты, которые нам понадобятся для напитка. Пока греется чайник, расскажу, почему именно ягоды. Они на 90% состоят из воды. Вы скажете, Света, алло, нам надо избавляться от отеков? Но не переживайте, дело в том, что в них очень много калия, который и поможет высушить все лужи на лице и теле. Он схватит весь натрий, то есть соль, после вчерашнего пиршества и выведет его из организма. Лишнюю воду некому больше удерживать, и она беспрепятственно покинет ваше тело и отправится в мир водоканала. Легко, да? А на деле тщательно спланированная и хорошо организованная операция вывода соли из организма. Рекордсменами по содержанию калия брусника, клюква, клубника, ежевика, смородина, калина, виноград, боярышник, облепиха. Согласитесь, не диковинные и дорогостоящие ягоды, а обычные, которые можно выращивать самим, если живете в доме, или купить на ярмарке. Из дикорастущих хочу отметить голубику и чернику. Кроме калия в ягодах много витаминов и микроэлементов. При лихорадках они хорошо помогают снижать температуру и борются с инфекцией внутри. Шиповник калина также мега полезный, но тут уже дело вкуса. Давайте добавим в чай фруктов. Самый мощный диуретик это гранат. Он еще и кровь улучшает, иммунитет повышает. Посмотрите внимательно, наверняка вы не все зернышки отправили в гранатовый браслет. Яблоки и груши, конечно, у них менее выраженный мочегонный эффект, но они хорошо помогают убирать отечность. Эффект усиливается, если добавить яблок в обычный чай. Я, кстати, обожаю утром нарезать яблочко. Очень вкусно и быстро. Аромат, настроение. Добавим цитрусовые. Апельсин, лимон, мандарин. Что оказалось дома? Осталось подождать 15 минут и наш мега полезный чай без чая готов. Вы можете добавить и миксовать ягоды по своему вкусу. Но главное, теперь вы знаете, как можно обойтись без лекарств. Пейте его утром или вечером, без ничего, с бутербродом или выпечкой, для настроения или для облегчения болезни, ведь там заключены все бриллианты природы. Точных пропорций нет. Я делаю все под настроение. Если выходной, добавляю мяты. Если за окном пронизывающая сырость, то апельсинки побольше. Могу добавить листья смородины, но это осенью. Вернемся в утро, когда вы увидели себя в зеркале и расстроились. Поставьте греть воду в чайнике. Умойтесь. Наложите патчи, чтобы мужу было привычно. Замиксуйте чай из ягод и фруктов и наслаждайтесь. А, да, чуть не забыла. И гулять пешком. Натяните шапку пониже, чтобы вас не узнали знакомые. И вперед. Ходить, дышать, но недалеко от дома, потому что скоро все заработает. Ваша задача не мешать и не есть соленого, потому что потом будете говорить, что мне не помогает. Если вам понравилось видео и вы хотите, чтобы я дальше делилась простыми способами, как помочь себе обычными продуктами, пишите в комментариях. Вы поможете мне сделать видео полезнее и понять, какие темы вам интересны. До следующего раза. Пока-пока. Продолжение следует...